Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Стас Стейбл Онлайн. Посмотрим, что нас ждет на последней неделе конного фестиваля, какие неожиданные повороты, изменения моделей к NPC, уборки на дорогах, ну а также о том, что ждет нас на следующей неделе, в ближайшем месяце и даже в будущем. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Вот и настала последняя неделя фестиваля. Как и говорилось ранее, нам сделали двойной опыт для прохождения скачек, связанных с именно фестивалем, и которые прокачивают нам опыт для получения розетки с баронессой. Скачки, которые получили удвоение. Скачки на площадке конюшню Морланда фестиваля и все скачки именно на конюшню Юрика, но не скачка Сабины. Она двойной опыт не получила. Также нам обновили две модельки NPC. В нашем случае это Большая Бонни и Миссис Холсфорд, что стало неожиданным сюрпризом. Теперь Большая Бонни выглядит вот так вот, и мне очень необычно ее видеть в обновленной модели, потому что я любила ее в ее старом облике. Очень много деталей, определенный стиль и чем-то она напоминает Доктора Эмита Брауна из Назад в Будущего. Ставь флайк, если знаешь этого персонажа. Вот такую модельку она теперь имеет. Она обновилась и здесь, и на своем обычном месте в деревушке Серебряной Поляны около своего дома. Она тоже теперь стоит в обновленной модельке. Но нам обновили еще и самого сюжетного персонажа, который находится в основном сюжете для высоких уровней. Это Миссис Холсфорд. Тоже стало очень неожиданным. Ее обновленная моделька. Теперь она выглядит вот так вот, и мне кажется, она вообще не похожа на свой внешний вид, который был старенький. Мне кажется, совсем не похожа. Сейчас еще графику получше сделаем. Тень добавим вот так-то получше. Но все равно Миссис Холсфорд старой модели была такой маленькой, миленькой, горбатой бабушкой с палочкой, насколько я помню. А теперь это такая вот женщина преклонного возраста с очень классными ботиночками, юбочкой, кулончиком. И у нее еще на поясе, который кожаный, держит букетики и какой-то мешочек у нее, по-моему, тоже есть. Так что вот такая вот новая Миссис Холсфорд. Пишите в комментариях, нравится ли вам обновленная моделька данного персонажа, или вы тоже будете тосковать по старой. Также у Тан добавилось новое задание, это уборка на дорогах, которая позволяет вам собрать и, по-моему, получить в награду мусор. Давайте проверим. Или жетончики. Нет, нам просто в награду 10 шиллингов и 5 опыта для нашего персонажа. Нужно будет собирать мусор, так как гостей очень много, мусора тоже, и нужно держать все-таки Юрик в чистоте. Ну а также уточнение про лошадок, магазинчики, питомцев и даже скачки. Напоминаю, что конный фестиваль уйдет уже через неделю в обновлению в среду 3 мая. До этого времени у вас остаются последние денечки, когда вы можете либо купить данных лошадок, которые стоят за моей спиной, прокачать ускоренно свою лошадь, ну или просто закупиться классной одеждой, питомцами или амуницией на конном фестивале. Ну а также получить розетку от баронессы. Также нам добавили продолжение заданий с Сабиной. Если вы раньше выполняли их, то можете вспомнить, как мы следовали за Сабиной вот сюда, вот в еле. И она сказала ждать команды, и тогда приедет какая-то доставка, и она попросит нас забрать данную доставку. За данное задание активировано. В подарок вы получаете, по-моему, предмет одежды от комплекта Сабины, который, я думаю, мы соберем уже в следующем году также на конном фестивале. Показывать я не буду. Если вы еще не прошли, то проходите. Это очень интересно и очень-очень весело. Ну а теперь поговорим о том, что же сделает нас на следующей неделе, в следующем месяце и во всем ближайшем будущем. На следующей неделе мы познакомимся в Дундуле с новым устроителем гонок Луисом. Да-да, один из лесничих решил, что в Дундуле маловато гонок, и пора бы добавить еще одну. А вот что в ней будет, мы будем уже изучать в следующем обновлении. Пинтабиана навсегда. 10 мая к нам придет обновление, в котором обновят наконец-таки пинтабианов. Для тех, кто не знает, пинтабиан — это лошадь, которая получилась от селекции арабской чистокровной и американского пейнтхорса. В жизни эти породы отличаются от арабов, но, к сожалению, ССО-разработчики решили повторить свою прошлую попытку. У нас с пинтабианы есть второго поколения, они продаются на острове Падока. Так что, если вам интересно, заезжайте туда, посмотрите или купите себе какой-нибудь из этих лошадок. То в третьем поколении они решили почему-то повторить этот же опыт и просто сделают нам пегих арабов. Это очень грустно, потому что отличия в реальной жизни у данных ворот очень весомые. И пинтабианы мне действительно понравились бы такими, как они есть в жизни. Но в итоге это будут просто пеги-арабы. 17 мая. Буря над дьявольским ущельем. Духовные наездницы, пора искать пропавших друзей. У нас будет продолжение сюжета с Лизой и Линдой, где мы будем открывать портал и искать остальных пропавших друзей. 24 мая выйдет кардинальное изменение системы нашей связи с лошадью. Будет оно называться «Развитие лошадей». Обещают изменить интерфейс, ну а также методы прокачки лошадей. Если вы забыли или не видели никогда спойлеры на эту тему, то прокачка теперь будет таким образом, что каждый уровень лошади будет открывать некий определенный бонус. К примеру, Пасафина на седьмом уровне лишь смогут открыть свои специальные навыки, специальные трюки, а до этого они просто не смогут их выполнять. Так же, как и в принципе ведение за лошадью. Раньше мы покупали данную способность у тренеров за старкоинсы. Теперь же способность вести лошадь будет бесплатным и тоже открываться, по-моему, на пятом уровне прокачки. Ну и нам добавят кучу всего интересного, такие как специальные таблички по прокачке пятнадцатего уровня лошади. Возможность подозвать вашу лошадь издалека и она к вам прибежит. Это очень классные такие вещи, но если честно, то я очень боюсь за интерфейс, поэтому возможно будет очень много негатива со стороны игроков. Но если интерфейс изменится не слишком сильно, то все будет просто замечательно и разработчиков не засыпнет большим количеством негативных комментариев. Так что, да, 24 мая будет смена интерфейса, развитие лошади, поэтому наслаждайтесь пока нынешним интерфейсом и вот таким вот очень-очень простой прокачкой лошади. 31 мая отправься на Дикий Запад с новой гонкой от лошади Юрвика. Гильема возвращается на ранчо Старщайна с новой гонкой в стиле Вестон, которая пройдет в Большом Загоне. Проходить данную гонку можно будет на американском Квотерхорсе, Моргане или Пинто-Биане. Так что, вот такие вот у нас будут новости на ближайший месяц, то бишь на весь май, ну и даже больше. А теперь еще одна минуточка спойлеров. Нам сказали, что скоро вернется лошадиная ярмарка, скидочная, которая проходит на площадке для фестивалей около конюшни Морланда. Скидки будут проходить на данные породы, так что, если у вас есть возможность, дождитесь данной ярмарки и мы вместе закупимся конями. Я лично наконец-то хочу купить себе Шайра по скидке, потому что третьего поколения у меня нету ни одного. Разработчики написали, что после бета-тестирования персонажей было очень много ошибок, изменений и переносов. Но они все еще надеются, что обновление нашей модельки персонажа до третьего поколения, скажем так, состоится летом 2023 года. Но, если что, они нам сообщат о переносе. Пока что сидим и ждем дальше. Также летом разработчики обновят мустангов. Это моя самая любимая порода с начала моего возвращения в ССО с 2017 года. Я обожаю эту породу. Спасибо также Спириду Шапререй. Благодаря этому я тоже бы их полюбила. Но надеюсь, что они их не сделают такими, как в Редеде. Не хочу видеть щеточки на ногах мустангов. Ведь это будет означать, что они не смогут носить нагавки. Так что сидим, ждем лето, когда будет и сразу возможно обновление персонажей, потом обновление мустангов. Лето обещает быть очень горячим. А осенью 2023 года нам добавят новую породу пони. Дартмонский пони должен будет приехать к нам уже осенью 2023 года. Так что, к сожалению, мы вроде как знаем о грядущих добавлении лошадей. И это лишает некого элемента неожиданности. Но все равно очень интересно, как данные лошадки будут выглядеть в игре. Ну а на этом все обновления, все новости и все спойлеры на сегодня у меня закончились. И на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео! Ох, как бы не забыть-то всю эту информацию! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!